I have ways of blowing things off. Я даже не знаю, кто ты что-то за существо, допустим, я догадываюсь, но какого пола, я, ну, наверное, тоже догадываюсь. Чашка молока с медом, пожалуйста. Сию минуту. Молоко с медом. У меня есть лимон добавился. Ха, неплохо. Подать. Ну, ваше молоко. Спасибо. Да не за что. О. Так, посмотрим. О, Фре, привет. Эй, тут рядышком кош... Кошан? Боже, я случайно ее впустила. Не смей ее трогать, кошка это святое. Расслабься, ничего страшного. Привет, кошечка. Потерялась. Хочешь немного молока? Привет, барист. Да, я бы не отказалась. Твою ж. А вы как будто призрака увидели. Нет, просто я... Прошу прощения. Вырвалась. Дальненько я не видел, как превращаются коты и оборотни. Мы редко превращаемся на людях. Видимо, у вас не так много друзей среди котов и оборотней. Не буду отрицать. Могу ошибаться, но, как правило, вы гуляете в своей кошачьей форме. Так и есть. Ну, так явно удобнее, чем в виде чела... То есть, чем на двух ногах. Ну, типа того. Так, прежде чем мы продолжим наш разговор... Можно мне, пожалуйста, обещанное молоко? Извините. Вам какое? Самое обычное. Ничего не добавлять? Нет, только молоко. Погодите минуточку. А разве... Я где-то, по-моему, читал такой факт, что у котов непереносимость лактозы. И что они пьют молоко только в детстве. А после этого... Ну, в дикой природе коты же, они нигде не пьют молоко. Они же едят мясо. Ну, я имею в виду дикие коты, всякие тигры, львы. Они едят мясо, и с этим все нормально. По-моему, было такое исследование. Ладно, исправьте меня, если я ошибаюсь. На тебе молока. Держи. Свежее молоко для девушки с симпатичной улыбкой. Спасибо. Ты подкатываешь к несовершеннолетней? Почему? Всего лишь комплимент. Спасибо за комплимент. Очень вкусно. На здоровье. И как такая молоденькая девушка оказалась здесь одна в столь поздний час? Ну, кошки, они гуляют сами по себе. Я не молоденькая. Я взрослая, могу позаботиться о себе самостоятельно. Ну что ж. Ты не тянешь на взрослую. Чё? Мне 18. Ай, это и есть молоденькая. Ну, разумеется, я не такая старая, как вы. Красивую терла фрею. И вообще, я зарабатываю себе на жизнь с 13 лет. Так что я точно больше не ребенок. И чем же? Уверена, вы в курсе. Нет. Боже, неужели? Ну же. Если это что-то противозаконное, или если ты в опасности, моргни два раза. Противозаконное? С моим несимпатичным личиком? Именно. Вы что, совсем телевизор не смотрите? В соцсетях не лазите? Может назвать меня позером. Но я слежу за мейнстримом... За мейнстримными СМИ. Пф, позер. Ясно. Вы из старичков, что научились быть прогрессивными. Только, видимо, они научились планировать бюджет. Что-то вы ничего не заказываете. На чашечку кофе денег нет? Ха-ха-ха. В бизнес ее лучше не пускать. Это да. Да неужели? Иногда я задумываюсь. Что стало бы с этой кофейней нибудь здесь меня? Что же вы ждете, бабуль? Она ее просто уничтожает. Закажите уже что-нибудь. Говоришь, как горничная из какой-нибудь мейт-кафе. Кстати, не... А чем ей не работать, горничная в мейт-кафе? Она же девочка-кошка. Ну, то есть, catgirls. Так, что будешь заказывать? К обычную. Твою к обычную. Держи. Твою эспрессо. На уровне. Хорошо, что ты довольна. Погодите-ка. А у тебя и вправду знакомый вид? Из какой-нибудь поп-группы? Ты Рэйчел Флоренция? Член Супер Смайлс, которая недавно выпустилась. Погодите, мы сами читали про Супер Смайлс, и несмотря на то, что не хватало одного участника группы, они выпустили и начала сольную карьеру. Ага. Получается, для вас еще не все потеряно, бабуля. Тогда вернемся к первому вопросу. Какого чёрта ты здесь делаешь? Ну, она пришла попить кофе. Она свободный человек с как бы с деньгами, если что. Рэйчел. Это та, которая темненькая, наверное. Я решила, 29 февраля. Оу-оу-оу, как повезло. По всем делам, вопросам пишите на rachelx.com. Только друзья, да-да-да. Погодите, ей 18 с учетом того, что она отмечала день рождения только день рождения? То есть ей может быть четыре раза больше лет? Или ей прям реально 18? Не повезло с 29 февраля. Пью молоко. Я хотел сказать эту фразу, она меня опередила. Ну, не опередила, мы, наверное, одновременно сказали. Я не шучу. Так и все, без этого понятно, нет? Я ей вправду решила просто просто попить молока. Просто пришла. Как так получается, что сюда сходятся странные люди? Ну, у нас, конечно, много неординарных посетителей, но знаменитости пока не было. Да еще и чтобы просто молока попить. Ачивка. Ачивмент онлокт называется Ачивмент онлокт. И она мне говорит Ачивка. Спасибо, спасибо. Я заценил юмор. Нет, правда. Зачем ты сюда пришла? Ну, знаете, у меня типичные подростковые проблемы. Я проругалась со своим отцом, и вот я здесь. А, понятно. Разве знаменитости вроде тебя не опасно так поздно гулять одной? Обо мне не успокойтесь. Кошки гуляют сами по себе. Тут с этим все нормально. Я могу превратиться в кошку. Вот теперь мне страшно. А что между вами произошло? Я и папа... Мы повздорили. Вот этот орк, или орчиха, или, короче, не знаю, но просто сидит и слушает, и все, и все в телефоне там. Ему не нравится мой род занятий. Он всегда воспринимал мою профессию как что-то отрицательное. Но я люблю свое занятие. А твоя мать? Что она думает по поводу твоего выбора? Ей не стало несколько лет назад. Сожалею. Да все в порядке. Твой отец кто-нибудь знает про индустрию развлечений? Когда давно он не работал. Так что да, он в кое в чем разбирается. Офига себе у нас народу сегодня. О, Джорджа. Добрый вечер, оладушки. Добрый вечер, девушки, которых я впервые вижу. Это типа, как кличка. Ну, значит, орк тоже девушка, значит, девушки. Мы виделись вчера. Просто шучу, Фрея. Ладно, оладушки. Да. Не нужно что-нибудь от больного горла. Не заваришь с обратно зеленого чая с лимоном и медом. Так. Чай, лимон, мед. Погоди. Зеленый чай. Лимон и мед. Вот, теперь правильно. Держи. Так. Что у нас тут изменилось-то? Джорджи. Прям. Как я прожигаю свою жизнь? Воспитываю трех замечательных девочек. То есть, получается, это у нас их данные. Чем больше мы их узнаем, тем больше мы их узнаем. Сироп от кашля. Зеленый чай, лимон, мед. Спасибо. Напиток. Так, так, так. Что у нас тут? Мой особый сироп от кашля. Как же он называется? Сироп от кашля. Ну, конечно. Ну-ка, так ли он хорош на вкус, как на запах? То есть, чувак, ты простудился. Мало того, что ты приперся на работу, ты еще зашел в кафе всех заражать, да? Черт. Шикарно. Как прошел день? Что-нибудь необычное во время смены? Да. Было что-нибудь интересное? Если честно, сегодня я видел кое-что ужасное. Ну, рассказывай. Уверен, что хочешь услышать? Да. Я ужаснулся, увидев свою зарплату. Серьезно. Угу, у меня сегодня получка. Я проверил банкомат во время дежурства. Какое жуткое зрелище. Хотя, если отбросить в сторону эти митинг профсоюза, то все в порядке. Это и митинг профсоюза. Что ты взял, что все в порядке? У нас тут представилась одинокая молодая знаменитость. как раз веский довод в пользу того, что в округе безопасно, нет? Эй. Спасибо за гостеприимство. Я пойду. Спасибо, что заглянули. Надеюсь, вы остались довольны. Интересно. Просто попил, послушал, ушел. Ладно. Это вообще была. Да, это была. Все-таки девушка. Все, договорились на это. Нам просто сидела и читала. Уверена, что для кофейни это обычное дело. В смысле, ты постоянно так делаешь, когда приходишь туда писать? Пожалуй, ты прав. Ладно, на чем мы остановились? А, да. Что вы здесь делаете, юная леди? Между прочим, уже довольно поздно. Мне больше некуда идти. А эта кофейня показалась мне уютной. Понятно. То есть, вы попросту думали пойти в бар, но из-за юного возраста не вышло, так? А откуда вы узнали? Научился читать мысли старикан? Мои дочери примерно столько же. Учишься слышать то, что стоит со словами подростков. Особенно, когда проводишь с ними каждый день. Не знаю, из-за чего вы здесь, но все будет хорошо. Пока вы здесь можете забыть о своих проблемах. Чувак, ты коп! Заботиться о чужих дочерях это не его работа. Он коп! Это как раз его работа. Расслабься, Фрэя. Не нервничай так. Ага. Мне нужно намного спокойнее. Мне уже намного спокойнее. Фрэй, ты сам понимаешь, здесь все очень безопасно. Правда, офицер Джорджи? Конечно, вокруг нет места безопаснее. Эй, за таким не полагается скидка, да? Что? Не смотри на меня так. Ты коп, старик. Веди себя как коп. я занимаюсь вопросами преступности и общественной безопасности. Откуда мне знать, как быть с чьей-то дочерью? Как откуда? Ты же и сам отец. Эм, да. Эм, в курсе, что я вас, что вас слышно? Да? Видишь, Фрэй, у нее хороший слух. Это поможет и защитить себя. В любом случае, Эм, Рэйчел. Рэйчел, как вас сюда занесло? Как я уже говорила, мы с папой поругались. Че ты смеешься? Мы с моей дочерью каждый день ругаемся. Эй, ты че такое говоришь? Потому что так и есть. Я ругался со своими детьми множество раз. Это в порядке вещей. На самом деле, каждый раз, когда мы заканчиваем с чем-либо спорить, наше семя становится крепче. А? Потому что все устаканивается. Я знаю, я узнаю кое-что о них. И они узнают кое-что обо мне. Если не откладывать решение разногласий, ссора может пойти на пользу. Но мы ссоримся так часто. Сегодняшний день был лишь один из кучи других. Раньше он вел себя по-другому. до того, как ты про начало своей ссорной карьеры? Нет, до того, как не стала мамой. А чем заканчиваются ваши ссоры? Ммм, ничем. Мы делаем вид, что ничего не было. Пока не поссоримся снова. Неразрешенный конфликт, ты опасный. Мда, нелегко. Но вам нужно сделать шаг друг другу. Хотелось бы, чтобы это было не так. Но нет, лучше способы узнать человека поближе, чем во время ссоры. Даже своих родных. Но пока мама была жива, до такого никогда не доходило. Она была единственной, кто понимал меня. А еще она понимала вашего отца. Может быть, они тоже спорили друг с другом? Ваша мама была тем самым связующим мостиком между вами двумя? Возможно, так и есть. Вам больше нет рядом. Некому меня защитить. И некому помочь вам с папой помириться. Погодите-ка. С ваших слов вы часто ссоритесь. Но как в этот раз дошло до побега? Ну, кстати, да. Моя дочь никогда не сбегала. Стоп! Возможно, причина в том, что это я постоянно сбегал. оправдываясь своей работой. Могу подтвердить. Ага, частенько сюда убегаю. В общем, не хочу повторять одно и то же, но неразрешенные конфликты опасны. Необходимо доводить все до конца. Кем бы вы друг другом ни были. Ричел, я частично понимаю, что ты сейчас испытываешь. Я тоже сбегал от родителей, когда была помоложе. Вы сейчас в хороших отношениях. Хороших. А когда как это случилось? Если честно, я сама не понимаю. Оно как-то само. Может, стоит убежать еще дальше? Я ведь сама зарабатываю. Я могу справиться без папиной поддержки. Думаю, не стоит. взрослый. Я взрослый? Ни один взрослый никогда не скажет «Я взрослый». Это да. Мы взрослые люди. Знаете, как мы себя ведем? Когда ты взрослый человек, ты просто знаешь, что в любой момент можешь просто встать и пойти себе купить целый торт, принести его домой и есть сколько хочешь. Вот это момент, когда ты понимаешь, что ты взрослый. А вот до этого не просто не торопитесь. Попробуйте взгляд на ситуацию с позиции вашего отца. Уверен, что вы сумеете все разрешить. Как взрослые люди. Это должно было быть смешно. Не нужно принимать поспешных решений. Не уверен насчет этого. Не спешите. А теперь я бы вам посоветовал отправиться домой. Уже очень поздно. Мне тоже нужно домой. Могу подвезти. Но не обязательно прямо с порога идти разговаривать со своим отцом. Просто идите к себе в комнату. Он хотя бы немного успокоится зная, что вы дома и в безопасности. Сможет обдумать все более ясно. Вы правы. Джордж, ты настоящий коп. Естественно настоящий. Где вы живете, Рэйчел? В западной части Нека Тауна. О, далековато. Но вы все равно отвезете меня, да? Старик. Конечно, отвезу. Фрей, тебя тоже подвезти? Нет, не надо. Я на велосипеде. Уверена? На сто процентов. Окей, тогда мы пошли. Спасибо вам, оладушки и Фрея. Всего доброго. Увидимся, оладушки. Это история. И были таковы. Ага. Можешь задержаться, если хочешь. Не, вряд ли. Мне тоже надо закругляться. Кстати, как пишется? Практически готово. Это хорошо. Но я делаю кучу работы одновременно. Если уложилось дедлайны, не уверена, смогу ли так и дальше. Почему бы тебе не сказать все на чистоту? Расскажи, шеф, про сделку. Кто знает, вдруг она войдет в свое положение? Точно. Отличная работа, Фрея. Вот на много денег. А, вот на немного денег. Возьми отпуски, подпиши и допиши свой роман. Мечтать не вредно. Я не то, чтобы работник месяца. А ты попробуй. Ага, в итоге окажусь у стенки. Ай, как все давит. Я точно уверена в одном. У этой кофейни еще много нерассказанных историй. Так что, да, вероятно, завтра я снова буду здесь. Тебе тут всегда рады. Не сомневаюсь. Ладно, бывай. Береги себя. Мне интересно, что за арчиха приходила к нам вначале. Королевский покой для тех, кто жаждет окунуться в глубокую дремоту. Сожрите кружку? Ладно. Наверное, да, будем снимать в таком формате, то есть одна серия один день. Ну, это было бы логично. Сейчас мы почитаем газетку. Наверное, неправильно читать газету этого дня. Ну, ладно. Активист Оборотень арестован за незаконное хранение гневоутоляющего. Ясно. правительство проводит переговоры с рабочими профсоюзов Орков по поводу их жалоб. Тексты песен рэп-коллектива Street Orchestra проверены на предмет продвижения экстремизма. Кстати, мы газетку с вами там в приложении не почитали. А надо было... Я пропустил. Ладно. Начать день. Но! Во-первых, я сохраню. Четвертый день? Ну да, видимо, да. Во-вторых, будем на этом заканчивать. Я точно так же, как и вы, еще не видел посетителя, который к нам пришел. Увидим его вместе в следующей серии. Пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok